На днях завершился финал всероссийского конкурса «Лидеры России». В нем участвовали 300 руководителей со всей страны. И один из них из Чувашии. Конкурс лучших управленцев России будет проходить теперь ежегодно. Молодые и успешные руководители разных уровней. Вначале они прошли онлайн-испытания, затем отбор на полуфиналах. Их компетенции оценивали специальные комиссии, профессионалы по подбору персонала. Из 199 тысяч заявок, столько их было на первом этапе, до финала дошли лишь 300. В Сочи управленцы командами на протяжении 4 дней решали задачи и прорабатывали кейсы, каждый раз проявляя свои лидерские качества. Победителями стали 103 человека. Они получили на год личных наставников из числа топ-руководителей страны. К тому же всем 300 финалистам выделили образовательные гранты на 1 миллион рублей. Чувашию в финале представлял только один управленец – Оксана Очкасова, директор национальной телерадиокомпании. Кроме солидного опыта и бизнес-резюме, пополнилась и копилка идей, которые непременно надо воплотить уже здесь, на родине. Тема наставничества мы не оставим. Мы действительно сейчас запустим достаточно серьезный проект вместе с полуфиналистами лидеров России здесь, в Чувашии. Есть огромное количество идей после проведения уроков в школе в Сочи для старшеклассников сделать что-то похожее здесь, потому что детям, как никому, нужна вот эта вот вера в себя и какие-то вера в то, что возможности есть у каждого, независимо от того, какие у тебя исходные данные. Ты всегда можешь стать лидером и куда-то пробиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...